Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы продолжаем изучать книгу «Исход». И это запись для интернет-портала экзегет.ру. Я священник Андрей Лоргус, и я продолжаю беседы по Библии о великом правотце, великом патриархе Моисеи. И сегодняшняя наша беседа о главе 18 книги «Исход». И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. «И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, пред тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, я пришлец в земле чужой, а другому имя Елизер, потому что говорил он, Бог Отца моего дал мне помощником и избавил меня от меча фараона». Эти первые стихи 18 главы книги «Исход» говорят нам об бытовом случае. Мы узнаем подробности о семье Моисея, которых больше нигде встретить невозможно. Когда Моисей совершал послушание Богу и выводил народ израильский из Египта, его семьи, не было с ним. Его семья, то есть его жена Сепфора с двумя своими сыновьями, возвращена была перед этим Моисеем в дом Отца священника Иофора, священника Мадиамского. И вот, когда Моисей находится в пустыне со всем народом, Иофор, прослышав, видимо, гонцы, видимо, вестники сообщали все новости, несмотря на то, что это горы и пустыня, всем важным заинтересованным лицам, и вот Иофор собирается посетить своего зятя Моисея, берет всю свою семью и собирает большой караван и отправляется к нему. «И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его, к Моисею в пустыню, где он расположился с Таном у горы Божией, и дал знать Моисею, «Я, тесть твой, Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Далее глава 18 повествует нам о той замечательной патриархальной обстановке, в которой вождь народа, Моисей, принимает своего тестя Иофора. Он собирает вождей израилевых, и это не просто простой ужин, встреча родственников, а это встреча поколений, это встреча вождей, это встреча учителей народных. Вокруг собирается достаточно большая публика, и они произносят не только обычные бытовые речи, они, каждый, повторяют что-то очень важное, имеющее отношение ко всей эпохе. И на следующий день, читаем мы дальше в главе 18 книги Исход, «Сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера, и видел, тесть Моисея, все, что он делает с народом, и сказал, что это такое ты делаешь с народом? И сказал Моисей тестью своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое-то дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божии и законы его». То есть, по сути дела, Моисей осуществлял важную иерархическую функцию, административную, судебную, и прокурорскую одновременно, и адвокатскую одновременно. То есть, по сути дела, он делал то, что сегодня делают правители, что сегодня делают судьи, что сегодня делают начальники администрации и так далее. По сути, это государственное управление. Ничто иное, как государственное управление в своем таком самом простом племенном, родоплеменном виде. Но обратите внимание, чем озаботился его тесть. Народ стоит с утра до вечера, он ждет очереди. Народу слишком много, Моисей один. И вот тесть Моисеев и Афур говорит, «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобой. Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет. И будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать». Одновременно Иофор направляет Моисея выполнять функции священника, проповедника, но одновременно еще и уставлять законы. То есть это хотя и теократические законы, законы Божьи, но тем не менее тогда для того родоплеменного устройства еврейского народа это были государственные законы. Значит, Моисей, по сути дела, исполнял задачу Конституции, кодексов законов и даже кодексов семейного устава, как мы потом это можем прочитать в следующих главах. «Ты же смотри с всего народу людей способных, боящихся Бога, людей праведных, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысячи начальниками, сто начальниками, пятьдесят начальниками, десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе». И Моисей послушался слов тестья своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего народа израильского способных людей и поставил их начальниками народа. И судили они народ во всякое время о делах важных, доносили Моисею, и все малые дела судили сами. И отпустил Моисей, тестья своего, и он пошел в землю свою. Для нас здесь важно, во-первых, что Моисей отнесся к своему тестью и на племеннику, потому что Иофор принадлежал Мадиамскому племени и был священником совершенно другого божественного закона, как он его понимал, как и дочь его Сипфора, жена Моисея и сыновья его. И тем не менее, Моисей его слушается, он принял его совет. Почему? Потому что, во-первых, конечно же, это было безусловное уважение к старшему поколению. Во-вторых, хотя еще не были даны заповеди, о которых мы поговорим в следующий раз, Моисей понимал, что уважение к своему тестью – это как уважение к отцу. Это иерархия патриархального устройства, устройства рода, устройства семьи. Но еще, кроме прочего, Моисей все-таки очень прозорливый и мудрый человек. Он понимает, что просто так, в пустыне, советы не валяются в песке. И если человек пришел, умудренный опытом, да еще священник, и дает совет ему, Моисею, а ему уже почти 82 года, то надо его прислушаться к нему. И потом он сам видит, народ изнемогает, стоит с утра до вечера, и он сам изнемогает, он целый день сидит и судит, и разбирает народ. Второе, что мы здесь должны отметить, что, по сути дела, выбор тысячи начальников, сто начальников, пятьдесят начальников и десяти начальников – это создание первой еврейской административной иерархии, над которой возвышается сам Моисей. По сути дела, это первичное создание государственной власти. Да, она пока еще не государственная, она пока еще родоплеменная, но это иерархия, назначенная сверху, основанная на выборе, основанная на религиозном благочестии и на личных способностях каждого. И это необходимо, людям это важно, им важно к кому-то приходить и спрашивать, а как надо, а кто из нас прав, а вот рассуди, кому что достанется и так далее. Бытовые вопросы. Но, тем не менее, это появление иерархии, и обратите внимание, что эта иерархия вся основана на божественном законе. Это обычно называют теократией, но здесь в термине теократия подчеркивается понятие власти, а для нас важно не понятие власти как таковой, а понятие иерархии, потому что иерархия — это более сложное понятие, нежели просто власть. Да, каждое поколение, каждый слой иерархии обладает властью над ниже лежащим слоем или ступенькой, или наоборот, каждый ниже лежащий слой и ступенька власти подчиняется вышележащим в этом закону иерархии. Но это не главный закон иерархии. Иерархия — это функционирующая система, в которой есть определенный порядок. И порядок этот вертикальный и односторонний. В отличие от иерархии есть другой принцип власти — демократический, где существуют партнерские отношения в одном уровне, и в этом уровне принимается коллективное решение, и оно становится принятым для народа. Здесь решение принимается сверху вниз, делегируется полномочия, делегируется власть и определяется порядки. Это иерархия. И вот мы видим, как она возникает впервые в роде еврейском. И мы видим здесь мудрое поведение Моисея, его мудрость и одновременно любовь к Богу и одновременно любовь к своему народу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok